Россия никак не может смириться с международными санкциями, которые не только не дают ей строить больше ракет и танков, но и продвигать культуру, замешанную на кремлевских нарративах. Среди главных причин нынешней напряженности в мире именно претензии отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность. Их пренебрежение к иным обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причем по собственному шаблону. Как известно, от участия в Евровидении россиян отстранили еще в начале войны. И вот в Министерстве культуры Российской Федерации решено создать свое Евровидение. А точнее, вспомнить хорошо забытый опыт 70-х годов. Министр предложила создать российские аналоги кинопремии «Оскар» и «Евровидение». Любимого уточнила, что музыкальный конкурс назовут «Интервидение». Создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «Интервидение». Конкурс «Интервидение» проводился в Польше. И тогда он даже сыграл определенную просветительскую роль, приподняв железный занавес над советской эстрадой. Для советских зрителей именно «Интервидение» и «Сопот» по сути были окнами в мир иностранной музыки. В трансляциях можно было увидеть Шарля Азнавура, Бонни Эм, Глорию Гейнер. Прошло 4 сезона в таком формате. Но все-таки это был песенный конкурс для тех, кто находится по другую сторону железного занавеса. А там выступали артисты из социалистических стран. Естественно, все это было в пику конкурса «Евровидение». Там были, значит, страны НАТО, а у нас, значит, были страны Варшавского договора. От России туда поехала тогда малоизвестная певица Алла Пугачева. Один раз его выиграла, кстати говоря, Алла Пугачева с песней «Все могут короли». Но затем социалистический лагерь стал трещать по швам. В Польше появилась солидарность леховаленцы, которую пытались раздавить танками. В Польше разразились политические протесты, власти ввели военное положение. Ну и, конечно, ни о каких песнях с танками на улицах речи уже не шло. С тех пор Советский Союз исчез. Бывшие страны соцлагеря прекрасно себя чувствуют в Европейском Союзе и НАТО. Принимают участие в Евровидении. И только Россия, начав несколько войн, оказалась в мировой изоляции. Россия, естественно, проигрывает по всем гуманитарным позициям в мире. Она уже изолирована, становится уже изолирована, еще ей там все щели замазывают. Вот. И это, конечно, раздражает российские власти. Вот они вот помимо, значит, военной силы, которая тоже, как вы знаете, не ахти как справляется, вот они еще хотят использовать так называемую мягкую силу. Культура, в частности, музыка, вот всякие такие вещи. Не исключено, что на интервидение в Москву поедут и западные исполнители. Какая-то любительщина будет сугубая. Ну вот как у нас покупают там всяких маргинальных журналистов и маргинальных депутатов западных, вот так же, значит, можно будет купить каких-то маргинальных артистов. Но, конечно, как и в случае с питерским международным экономическим форумом, который за отсутствием западных бизнесменов посещают афганские талибы, интервидение явит миру эстраду, которую он еще не видел. Сто процентов будет Азия, будет Африка. И вот это, и вот это может, конечно, быть очень-очень занимательно. То есть, представляете себе, там будут выступать какие-то поп-артисты из Эритреи, из Северной Кореи. И словно в подтверждение слов президента, министр культуры Ольга Любимова подписала с иностранными гостями форума несколько соглашений о сотрудничестве в области культуры. Список стран – Лаос, Таджикистан, Южная Осетия, Эритрея, Гвинея, Джабути. Даже из Ирана могут приехать какие-то исполнители. Или музыкальный коллектив. Но сугубо мужской. В этом самом швидском Иране женщинам вообще запрещено петь и заниматься музыкой. То есть, опять же, под страхом избиения камнями, а может быть даже и под страхом смерти. То есть, если Иран будет представлен, то каким-нибудь пренебом обязательно. Для верности, чтобы сделать новую музыкальную площадку, привлекательной для всех, желающих выйти на сцену, московские деятели культуры предлагают практически беспроигрышный вариант. Спросил Иосиф Пригожин, например, заметил, что и на новом интервидении неплохо было бы предложить призы по миллиону долларов, как предлагал Никита Михалков для кинопремии. Тогда со всего мира, по его мнению, съедутся участники. Хотя очень странно, что российская культура, выступающая за духовные ценности и против культа золотого тельца, которым пропитано западное искусство, делает ставку именно на американские доллары. Что касается кинопремии, то с этим предложением еще до любимого выступал режиссер Никита Михалков. Привлекать к участию иностранных гостей он был намерен денежными призами до миллиона долларов за гран-при. В Оскаре, к слову, никаких призов, кроме, собственно, Оскара, не предусмотрен. Но действительно, эти странные американцы лезут из кожи вон, чтобы получить Оскар. А смысл? То ли дело за деньги? В заключение, ведущая российской телепрограммы, посвященной реанимации советских конкурсов, делает ошибку. Но бдительный коллега ее поправляет. С каких еще международных событий сейчас стряхивают пыль и будут стряхивать Егор Стрибачев? Если ведущий имел в виду золотую пыль, то, конечно, при распиле бюджетов на интервидение с участием африканских и странных звезд, немало этой пыли осядет в карманах чиновников из Министерства культуры и Первого канала России. Это будет их приз, который они, конечно, получат. И тут без вариантов. Субтитры создавал DimaTorzok